Вы знаете, ребята, еще круче, я просто не хочу еще раз, говорю, Слава в это все впутывать, я как бы дала ему слово и хочу это слово держать, что мы не будем... Слава это Сурков, а это не тот слава. Это Муруга, Вячеслав. И я дала ему слово, что я не буду это обсуждать. И можно я как бы, да, там, да, отвечаю, и я буду держать свое слово, потому что, опять-таки, не хочу выглядеть человеком, который как бы дает слово и его не держит. Но на самом деле, я говорю, скажи мне, пожалуйста, с каких пор вопрос о том, смотрел ли ты Ситивизор, считается доносом? Это же программа, которую показывали, ее все смотрели. То есть я не могу спросить, это Миша считает доносом? После этого, как бы, да, там стали появляться разного рода публикации, и в том числе ЖЖ Татьяны Лазаревой. Вы знаете, ну, я понимаю, что, как бы, да, там можно тронуть моего папу, который ушел из жизни. Я понимаю, что так можно ко мне апеллировать. Но... Вы на них обижены? Вы знаете, Таня затронула очень, как бы, больную мою струну, потому что я очень любила своего отца, и это правда. Я рассказывала ей, это был разговор, в котором я и говорила, что мой отец очень любил Таню Лазареву. Это абсолютная правда, и он мне говорил, что смотри в Москве, когда мы сидели в Тбилиси и смотрели КВН, все, кто работает на телевидении. А Таня Лазарева порядочная. Понимаете? И это правда было. И во многом, как бы, при, как это не смешно сейчас звучит, при выборе профессии, на меня это повлияло. Мы смотрели, когда училась в школе, Таню в КВН. То есть я ее фактически подставили. Вы знаете, я не хочу никого обижать и оскорблять, я просто хочу извинений. Это будет, наверное, правильно. И для меня очень сложно, потому что, с одной стороны, я хочу, конечно же, пойти в суд, и я думаю, что в данном случае придется отвечать. И суд, я думаю, расставит все точки над «и», потому что это оскорбление. Они оскорбили вас в СМИ? Вы знаете, да, конечно, написал в Фейсбуке, это все перепечатали. У меня с утра просто будет свекрови, говорит, быстрее вставай, Тина, там такое творится, тебе все с работы звонят. Я говорю, сейчас что случилось? Тина, а это надо вообще? У них довольно красивая репутация. Они так вышло. Мы забудем все былое, но так вышло на данный момент. У них очень хорошая репутация именно в упомянутой вами либеральной фейсбуковой тусовке. А вас там критикуют. Вот вам нужно еще раз вступать в какие-то дрязги с этими людьми, которым, в общем, многие люди относятся очень прилично. Хотите, рассмешу, если вы зайдете на честные выборы, то вы увидите, что у всех роликов по 10, 15, 20, максимум 30 тысяч просмотров. А у ШАЦа утром было где-то 25, но я уже стала все смотреть, а к вечеру под 80 тысяч. Он единственный, он, кстати, лидирует. То есть ровно после его заявления... Вы считаете, это пиар? Нет, я не считаю, что это пиар. Я считаю, что это очень хорошее совпадение. Я рада, что я внесла свою долю в то, чтобы этот ролик все посмотрели. Он реально как-то не смешно. Пока, а мы его сейчас покажем. Давайте посмотрим ролик. Это я просто... Я люблю своих детей и хочу, чтобы они жили в нормальной стране. Ура! Очевидная вещь. Вот такой вот короткий ролик. Я даже не успела понять, честно говоря, что вы сказали. Нет, я вам говорю, я даже его... Еще раз говорю, я его даже не видела. Я знала, что эти ролики снимаются, но я даже его не видела. И я уже вот сейчас... Собираетесь ли вы уходить с СТС? Еще раз говорю, я сделала... Я объясню. Я сделала сегодня заявление, вы телевизионный человек, вы это понимаете. Я сказала, Вячеслав, что я собираюсь подавать на Михаила в суд, а для того, чтобы подавать на человека в суд и судиться, естественно, как бы, работая на канале, это делать невозможно. Потому что наша, как бы, да, там, судебная тяжба, она будет отклад... Естественно, как бы, сказываться на репутации телеканала СТС. Если телеканал СТС примет решение, что это судебная тяжба... То есть...